Росатому нужны профессиональные работники, люди, вовлеченные и в нашу специальность, и готовые на трудовой подвиг. Без школ и без детских сотрудников проблемы решили. Для реализации этой стратегической задачи в 2011 году был создан образовательный корпоративный проект «Школа Росатома». Он реализуется в 21-м городе. На местах всю организационную работу по проекту осуществляют муниципальные координаторы. В Заречном это Ольга Головачева. Когда вы сказали, что хотелось бы встретиться и поговорить о проекте, я думала, какие вопросы могут быть. Ну и вспоминала, как вот все началось. Наверное, вот на мой взгляд, совершенно случайно. Мне просто один раз, 8 лет назад, 9-й год, я муниципальный координатор, было предложено побывать на установочном семинаре в Москве. Я когда приехала первый раз, думаю, господи, неужели все то, о чем они говорят, будет когда-то реализовываться? И возможно ли, чтобы это реализовалось? Ну а потом вот все закрутилось, и получилось, что я оказывается вот в этом проекте, и нас таких вот муниципальных координаторов, которые практически с самого основания, вот всего четверо осталось. Никто не находится на штатной должности. То есть это та работа, которая идет сверху твоих должностных обязанностей. А работа довольно хлопотная и такая, в общем, объемная. Вот у меня, например, очень много в жизни поменялось с этим проектом, потому что, скажем, пришлось оборудовать дом и рабочее место. Несмотря на то, что у меня есть и техническое образование, пришлось осваивать все компетенции. Это и присутствие в сети, и общение в сети, и вайберы всевозможные, и ватсапы. И суметь отправить почту, и сфотографировать, и переправить, и посты отправить. И мне, в общем-то, это нравится. Нравится, что он очень динамичный, и ты вынуждена всегда чему-то учиться. Муниципальный координатор – это, наверное, логистика где-то, да? Наверное, умение поговорить с детьми. И поэтому я всему вот училась прямо у своих коллег. И мне очень повезло, что у меня за спиной есть команда. Надежная, на мой взгляд, команда, которую я ужасно боюсь подвести. Работа Ольги Васильевны Головачевой строится на огромном, кропотливом труде, который начинается от внимательного отношения к каждому участнику процесса и заканчивая проектированием и замысливанием о самой главной реализации тех событий, которые проводятся в рамках проекта «Школа Росатома». Бывает, что мы и спорим, и отстаиваем свое мнение. Ольга Васильевна свое. Но мы все равно находим то общее решение, которое, наверное, помогает нам делать жизнь детей лучше и интереснее. Мне нравится, как рождаются идеи мероприятий. Это когда сначала приходишь, просто говоришь, а может быть, мы бы поучаствовали. Все говорят, нет, нам некогда. А может быть, мы посмотрим что-то вот из старого. Ой, ну иди, придешь завтра. А смотришь, уже завтра собралось не один, а три человека. А может быть, мы подумаем? И мы подумаем. И уже вот одна идея цепляет другую, третью. Все, наверное, это не заработает, если не будет некого организатора, который и эмоционально, и организационно будет связующим звеном. И мы говорим им спасибо тем самым муниципальным координаторам, на которых, в общем-то, все это дело и держится, и держаться будет. В 2019-2020 учебном году Заречный получил право проведения трех из десяти мероприятий в рамках проекта «Школа Росатома». Мне очень нравится, когда у детей и у педагогов горят глаза. Это вот то, что мне в проекте безумно нравится. Просто ради чего вот стоит работать.